Всем привет, добро пожаловать в новый влог, он будет о покупках с примеркой. Я покажу все, что я приобретала в последнее время, где-то, наверное, за полтора месяца у меня тут кое-что накопилось. Что-то я нашла на распродаже, что-то из актуальных коллекций, а что-то мне совсем не понравилось, я тоже это покажу и расскажу, почему я буду возвращать. Я чаще всего совершаю покупки онлайн, и если мне что-то не подходит, у нас также быстро приходят деньги на счет, когда ты сдаешь эти вещи. В общем, я заглянула в Outlet Mango, и мне показалось, что там очень классный ассортимент, гораздо лучше, чем на распродаже Mango. Это онлайн-магазин, и я знаю, что он доступен во многих странах, поэтому имейте в виду, там много каких-то базовых вещей, много всего по доступным ценам, и часто появляются вещи во всех размерах, которые были в продаже там сезон или два сезона тому назад. Ну, в общем, давайте начнем примерку, а еще тот формат, который был раньше, с покупками, с примерками, он обязательно вернется, как только Давид вернется в Краков. Пока что вот так, я надеюсь, что вы не против, и не забывайте поставить пальчик вверх, если вы так же, как я, любите видео о покупках под разным соусом. В основном это будут вещи из масс-маркета, также классная посылка из Лиджо, я вам обещала показать, что у меня там было. Кальцедония, Zara, H&M, Reserved, и, пожалуй, это все. Так что, поехали! Давайте сначала рассмотрим мой наряд. На мне новое платье и туника, о которой вы часто спрашиваете. Это туника-рубашка, которую я приобрела в магазине No Name. Между прочим, там были совершенно невзрачные вещи, и я глянула, думаю, о, это то, что мне надо. Во-первых, мне очень понравился цвет, во-вторых, это чистый лен, она стоила недорого, и на манекене это выглядело, сейчас покажу как. Вот так, как что-то, что можно набросить поверх платья, поверх какого-то топа и джинсов. Но я подумала, что мне даже больше нравится, когда эта туника завязана. Вот таким образом, как-то более элегантно, более стильно, и на все случаи жизни. Когда слишком жарко, когда слишком холодно, и хочется что-то набросить. У нас лето не очень в этом году, так что супер актуально. И также на мне сегодня платье из магазина Ligio. Это сатиновое мини-платье, но у него такая приличная длина, то есть не хочется ни покороче, ни подлиннее. Это супер базовое платье черного цвета, которое сделано из плотного сатина, которое очень красиво, так благородно скользит по телу. Вот, и мне нравится то, что оно на супер тонких бретелях. Это безумно женственно, это супер качественная вещь. И также классно то, что нет глубокого выреза, ничего здесь не нужно скрывать. Я часто ношу даже просто без белья, без ничего сверху. Можно поверх надеть жакет, и тогда получится более вечерний вариант. Или без ничего. Можно также надеть с каблучком. Но я вот сегодня ходила в черных шлепанцах. Я покупала их в Заре, я вам говорила. И мне нравится то, что они с таким декоративным элементом. И такой обычный, но не совсем обычный повседневный лук. Но мне нравится, как это выглядит. По мне это супер стильно. И весь мой образ дополняют вот такие сережки. Я вам рассказывала о них, они из Алиэкспресс. И базовые вещи отлично смотрятся с разнообразными аксессуарами. И также их можно миксовать между собой. Так что берите на заметку. У Лиджио я заказывала две куртки. Я очень ими довольна. Еще есть классная рубашка Бомбер. У них там часто бывают классные скидки. Это не реклама. Просто делюсь с вами наводкой. Оно двухстороннее и подкладка из такой же ткани. То есть оно очень красиво скользит по телу и нигде не притормаживает, так сказать. Прикол. Мое нефортовое платье из Zara, которое я надевала один раз, а стирала уже раз пять. Во-первых, я ляпнула на него тональником. Потом я гладила его и начал плеваться утюг. Короче, с ним постоянно что-то происходит, но оно мне так нравится. И вы спрашивали в инстаграме, что это за топ. Это не топ, а платье. Платье я дополню вот такой плетеной сумкой. Она как раз из Аутлета Манго. И здесь еще вот такая кисточка длинная внизу. Эта сумка есть в нескольких цветах. Но я хотела себе что-то такое черное, не слишком обязывающее. И имейте в виду, что из вот этой сумочки выпадают разные вещи. Я уже так помаду потеряла, а потом нашла. Поэтому она предполагает наличие какой-то небольшой косметички или не носите здесь какую-то мелочевку. А так, эта сумочка мне очень понравилась. И я ее когда-то заказывала в Манго. И мне пришла с очень такой ободранной кисточкой внизу. Поэтому я в прошлый раз вернула. А в этот раз решила не сдаваться. Заказала еще раз и я очень-очень довольна. Переодеваюсь. Это одно из моих самых любимых сочетаний последнего времени. Очень красиво выглядит нежно-бежево-молочный оттенок. Он довольно светлый. Но главное то, что если бы это был белый, он бы не так мне подходил. И не был бы настолько универсальным. Он будет очень хорошо смотреться на разных оттенках кожи и с разным цветом волос. И вы сможете также сочетать его с большим количеством разнообразных оттенков. Не только с черным. Платье с одной стороны сидит по фигуре, а с другой оно наоборот скрывает недостатки. Сейчас оно после стирки. Простите, пожалуйста, что я его не отпаривала, но собираюсь взять его с собой в поездку. И оно нужно мне в целости и сохранности. Потому что что-то не везет, я же вам говорю. И также оно будет сидеть чуть более свободно. Потому что натуральные ткани после стирки, они как-то плотнее сидят по фигуре. Там первые несколько минут. И также можно надеяться спортивной обувью поверх джинсовую куртку или кожанку. С любой обувью, хоть с каблучком невысоким, но мне очень нравятся вот эти мюли. Они, конечно, супер универсальные. Вы даже по влогам можете заметить, как часто я их надеваю. Я покупала их в Заре в прошлом году. Но вы должны померить такую обувь перед покупкой. Потому что я знаю, что некоторым неудобно. Но я прям вот когда не знаю, что обуть, я беру их. Очки Селин, платье Зара, сумка Манго и обувь тоже Зара. Напишите, как вам. И вообще, какой наряд вам понравился больше всего. Продолжаем. Я вам говорила, что мне очень понравились эти тапули. Они хоть и не кожаные, но очень мягкие. Они из резервт и также были представлены в нескольких расцветках. Я их себе взяла, потому что они по размеру мне хорошо подошли и не слишком тяжелые. Насколько долго они мне посужат, это хороший вопрос. Их, скорее всего, уже нет в продаже, к сожалению. Но я видела много других красивых. И я обязательно поделюсь с вами ссылками, как всегда, в инфобоксе. В Аутлете Манго купила сумку. Я давно хотела такую мохнатую, но она выглядит как лохматая собака. Я смотрю на нее и думаю, что я иногда тоже хотела бы хоть один день побыть Микой. Очень жаль, конечно, потому что у нее оптимальный размер. Она не слишком большая, но и не чрезмерно маленькая. В нее реально можно много всего поместить. И мне безумно нравилась бамбуковая ручка. Ничего страшного, покажу вам наряд, как я собиралась все это сочетать. И буду посмотреть, что с сумкой. Наверное, закажу еще один экземпляр, потому что бывает так, что одна приходит вообще какая-то непонятная, а вторая аккуратненькая и все прекрасно. Наконец-то я нашла такую тунику, как мне давно хотелось. Я как-то увидела видео одного блогера. Оставлю вам ссылку внизу. Сейчас вылетела из головы, как ее зовут. И она показывала несколько образов с такого плана туника. И она столько загорелась. У нее она очень похожа на эту. И я нашла ее в актуальной коллекции Зары. Она, опять же, недорогая. Это 100% хлопок. И я даже купила из Asos. Эта девушка давала ссылку. И, к сожалению, пришла не очень качественная синтетика. Мне совсем не понравилось. Но это не в упрек девушке. Просто она нашла какую-то альтернативу. Я воспользовалась. Но без проблем вернула. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, в общем, я вернула и продолжила свои поиски. И, наконец-то, то, что надо. Мне нравится то, что она свободная. Ее можно подвязывать чем-то. У меня есть очень классный ремень. Но решила сначала показать вам так. И также очень классно то, что у нее рукава необычные, а как будто фонарики. То есть, можно носить и с шортами, и в качестве платья. И завязывать так, как первую накидку, которую я вам показывала. Может, эта сумка и планировалась быть такой? Не знаю. Что-то она меня как-то смущает. Хотелось чего-то мохнатого. Но не такого. Не такая мохнатость. И классно, мне кажется, подходят вот эти шлепанцы. Такой отпускной летний лук. Мы очень часто, практически каждый раз, как только погода позволяет, едем на пляж или иду гулять с собакой, или просто здесь по месту. Я в таком наряде спокойно выхожу в город. Я ничего не стесняюсь. Кстати, смотрите по длине как. Это туника в размере XS, но она практически до колена. Если вы носите даже S или M, но у вас такой рост, как у меня, то я думаю, что без проблем можно взять эту, потому что она какая-то очень универсальная. А очки мы с вами как-то нашли в шоппинг-влоге в прошлом году. Это старая коллекция H&M, но, опять же, если заморочиться, то можно найти что-то похожее. У меня есть другие очки, более качественные, но эти мне настолько нравятся, что я даже чаще их ношу, чем те другие круглые. Вот эти как-то крупнее, и они им более интересно смотрятся. Вот такой нарядик. И я обожаю что-то простое, что-то не сковывающее движение на лето, не обязывающее, или даже на гриль куда-то. Но сумка, конечно, маленько подвела. Если это не первое видео, которое вы смотрите на моем канале, если да, то подписывайтесь. Но, в общем, мои постоянные зрители знают, что я очень люблю подобного плана вещи, что я всегда показываюсь в них в сторис, во влогах. И у меня есть черное платье, тоже сатиновое, только из Zara. Этот комплект у меня от бренда Present Simple Tri-Cut. Я увидела его еще тогда, когда коллекция только планировалась на модели. Это платье было в сочетании с жакетом. Я настолько загорелась, что не могла дождаться, когда это отошьют. Кстати, лямки здесь регулируются, поэтому вы можете подогнать под себя. Я сейчас стою и немножко смущаюсь, потому что я ношу это платье без белья, и как-то в реальной жизни меня это совершенно не смущает. А сейчас что-то я какая-то стесняшка. И вот, опять же, ничего сверхъестественного, но какой же это кайф. Мне нравятся мягкие жакеты, мне нравится то, что он оверсайз, это размер XS. И плечо должно выглядеть вот так. Также посмотрите, как сделан рукав. Он с разрезом внизу. Я понимаю, что такие модели нравятся не всем. Кто-то любит структурированные жакеты, и которые приталенные, или просто оверсайз. Но мне хотелось что-то, что я буду набрасывать именно поверх супер женственных платьев. И тогда получается тоже такой контраст. Это выглядит очень-очень классно. Как будто, знаете, вечером похолодало, и ваша вторая половинка, или друг, брат, дали набросить свой мужской жакет поверх вашего утонченного платья. Притащила сюда шлепанцы, на которые я хотела бы сильно пожаловаться. Они из манго. Я, к счастью, купила их на распродаже. И они пришли в такой вид спустя день носки. Причем я не надевала их на пляж. И я пришла в ужас, когда увидела, что эти шлепанцы снова продаются в новой коллекции за, знаете, за сколько? За 50 евро. Это вообще обдираловка. Помните, в прошлом году в Заре были коричневые, там разные. Вот они просто в 100 раз лучше, чем эти. Так что придется мне купить новые. А то это вообще не дело. Наверняка вы заметили, что такого плана футболки сейчас супер актуальны. И они есть во многих магазинах. Но когда я начала искать ту самую свою, то оказалось, что многие из них подстрелены. Еще у одних некачественный материал, третьи плохо сидят, какие-то странные подушки сюда вставлены. В общем, увидела у Лиджо, тоже заказала вот эту. Они есть в разных расцветках. И, насколько я помню, у меня эска. Я специально, изначально ее не заправила, чтобы вы могли посмотреть, какая длина. У меня она прикрывает бедро, но я ее никогда так не ношу. Я всегда заправляю. Вот так шорты я покупала в Заре. Они из тоненькой приятной ткани, которая не смотрится спортивной, при этом тоже не сковывает движения. И в таких шортах абсолютно не жарко проверено в теплые дни. И у меня это размер, я не помню, эс или эксэс. И опять же, ношу этот наряд или со спортивной обувью, или с вот этими склоняются, мюлями, мюлями, в общем, с такой обувью. Зашла в кальцедонию, накупила там купальников. Но также увидела на распродаже их сумку и подумала, что она такая классная. С ней же можно ходить за продуктами не только на пляж. И хотела обратить ваше внимание, как здорово сочетается этот цвет футболки с оттенком хаки, с молочным, не обязательно с черным. И также с вот такой пятнистой расцветкой будет классно. Я решила добавить чего-то такого интересненького. И пусть это будет просто летний аксессуар, который я также беру с собой в поездку. Удобная, вместительная. И не только с пляжными луками, как видите. Давно хотела себе какую-то красивую тунику из натуральной ткани. Купила ее буквально за несколько евро в резерв, опять же на распродаже. У них есть несколько моделей. И знаете, что я сейчас взяла бы на два размера больше. Для того, чтобы она была такой прям супер объемной. Купальник у меня из кальцедонии. Сейчас, чуть позже их рассмотрим. Пока что туника. Вот она такая. Есть еще и те, которые завязываются. Наверное, тогда еще удобнее. Ну, как бы так тоже может быть. Меня все устраивает. И очень приятный материал. Очень классно выглядит. Даже с шортами. С какими-то полуботиночками. Такая боха, которую можно набрасывать не только на пляже, но еще и в городе. Обычно такие туники довольно дорогие. Я видела нечто похожее сейчас в Заре. Ну, видела эту на скидках и решила, что надо брать. Что-то потянуло меня на морские сочетания. Не просто так. Мы действительно планируем одно, не то чтобы мероприятие, но, короче, это будет проходить на корабле. Будет очень жарко. И я подумала, что я люблю комбинезоны. Этот из хлопка. Красивый такой аквамариновый цвет в сочетании с белым. Очень интересный, необычный для меня. Комбинезон выполнен из натуральной ткани. То есть, мне однозначно не будет в нем жарко и парка. И длина у него тоже приличная. Иногда наклоняюсь к детям или к собаке, или не знаю, что-то еще произойдет. И раз! Вся пятая точка наверху. А здесь очень даже приличненько. Ну и белые шлепанцы. Тоже, видите, как классно подчеркивает все загар. Так что, я не жалею, что я купила его. Очень удобный. Ну, насколько комбинезон вообще может быть удобной вещью. Но я их ношу, даже несмотря на некоторые недочеты. И то, что я особенно ценю, это карманы. И здесь они есть. Не хотела я развязывать свою прическу. Я сейчас обрезала волосы и так еле ее закрутила. Но шляпу решила такие вам показать. Я не уверена, что я буду носить ее на пляж. Но она очень классная. Я уверена, что я потом буду жалеть. Тем более, она стоила 3 доллара. Она из резерта. И очень красиво лежат поля. Когда ее надеваешь, даже на такую прическу, как у меня сегодня, можно выкладывать. И она все еще лежит так, как вам надо. Конечно, это не полностью натуральный материал. Поэтому это больше имиджевая такая история. Но какая же она красивая. И я подумала, что я возьму. И потом точно где-то она мне пригодится. Это обалденно красиво. И это, конечно, крутец с сережками, которые я тоже вам показывала. Но я не успела еще доехать к своей свекрови, чтобы она подшила мне брюки. Так как в Лиджо мне всегда длинноваты брюки. Но я у вас коротыш. Я метр шестьдесят два в прыжке. Вот, поэтому мне зачастую только в заре подходят брюки какие-то. А так в основном все нужно подшивать. Так что, да, я подошью. И тогда будет еще красивее, когда чуть-чуть видна будет косточка. Вот до такой длины тогда будет просто. А огнище будете тушить пожар. Ну, а качество этих изделий, как всегда, на высшем уровне. Мне нравится и пошив, и все детали, и фурнитура классная, которая мне смотрится дешево. И у них эти костюмы есть в разных расцветках. По-моему, в синем еще точно, в каком-то светлом. Ну, я думала, думала, выбирала, выбирала. Еще серый, как отшили, я думала, блин, какой же взять. Но решила, что пусть будет красный. Потому что у меня не так много ярких вещей в гардеробе. И здесь тоже такая черненькая пуговка. Мне нравится сейчас носить все с этим эластичным топом бандо, а не с классическими какими-то сатиновыми топами. Вот еще подошью брючки, и будет кайф. Ну, и последнее, что мы с вами рассмотрим, это купальники. Я купила целых четыре. Зашла, увидела там мега скидки до 70%. Еще было минус 10 при покупке трех, по-моему. Короче, все дальше было как в тумане. Вообще, я хотела купить себе купальник, и, к сожалению, в H&M уже не было размеров, потому что они практически все вывели на распродажу, и онлайн тоже мало чего там было доступно. Поэтому я решила попробовать второй раз купить себе кое-что из кольцедонии. Раньше, кстати, я за полную стоимость, помню, раскошелилась. У них очень дорогие купальники, это лично мое мнение. Но я, в общем, зашла и решила так шикануть. Купила себе красивый купальник, и он, к сожалению, очень сильно растягивался, как только намокал. И получается, что я выходила из моря и просто ловила свой купальник, дабы не шокировать народ, так как мы были не на нудистском пляже. В общем, такой неприятный момент, и я как-то на несколько лет забыла об этих купальниках, и даже не наведывалась туда. И тут так, я надеюсь, удачно зашла, потому что, ну, вот какой-то такой неприятный осадок остался. Напишите, было ли у вас такое. Может, мне просто не повезло конкретно с тем купальником. В общем, я купила себе два слитных и два раздельных. Первый купальник в очень красивом терракотовом цвете. Он такой блестючий, очень красиво выглядит на загорелом теле. И есть в нескольких расцветках. У нас практически все размеры были доступны. И у меня очень часто проблема, что узко под грудью, и многие купальники, которые не на завязках, мне просто-напросто не подходят. Поэтому я даже не знаю, что это за размер. А, вот, подождите, написано тройка 75С. Но у меня под грудью 65. Я просто подгоняюсь здесь, и все хорошо. Но, как бы, я думаю, что если сравнивать где-то со стандартной размерной сеткой, то у меня максимум двоечка после рождения двоих детей. Купальник не тянется. Также есть слитные, вот такие. Поэтому, если будете заказывать где-то онлайн, то имейте в виду, что нужно брать на размер больше. Сверху вот этот раздельный завязывается. Удобно можно подогнать под свой размер. Классно. Я сомневалась по поводу трусиков, потому что они такие практически миниатюрные. Трусики я взяла в размере S, и сейчас они стоят 10 долларов. Мне кажется, что это нормальная цена, при том, что очень-очень красиво сидит это все на фигуре. Мне безумно нравятся белые и светлые купальники, но они настолько быстро застирываются, они меняют свой цвет, становятся какими-то такими желтыми. Поэтому даже те белые купальники, которые у меня были, два подряд, к сожалению, уже пришли в негодность. Я купила вот такой купальник. Если видите, у него текстура, и еще спереди колечко, как будто сделанное из бамбука. К нему также шел такой же низ, но мне не понравилась ни более такая закрытая модель, ни та, которая была, то ли со стрингами, я уже не помню, но, короче, точно не мое. Поэтому я просто к этому верху, который, кстати, очень красиво собирает грудь, здесь еще сверху шла завязочка. Но я ее сняла, потому что мне там особо нечего поддерживать. У меня вот так все хорошо держится. Вот, симпатичненько это все выглядит, очень аппетитно. И сзади тоже можно подогнать. Для меня это прям пунктик, знаете, если я не могу под себя подстроить какой-то купальник, я никогда в жизни его не возьму, потому что я уже столько раз прогорала. И трусики я купила из стандартной коллекции, то есть они за полную стоимость шли, и очень крутые, настолько они здорово сидят. Это тоже эско, я уже посрезала этикетки, потому что вчера это надевала. Мы были на пляже, видите, сзади тоже попу так красиво подчеркивает, ничего никуда не проваливается. Да, мне очень-очень понравилась эта модель. Я прям даже не знала, что у них есть такие удачные купальни, которые вы частично могли видеть на мне в примерке с туникой. Я просто еще сомневаюсь, но, наверное, я его оставлю. Очень красивая расцветка и супер мягкая ткань. Она прям настолько приятная, что, да, он уже точно остается. И еще, видите, здесь можно тоже завязочки подогнать. И есть кисточки. Сейчас вот показываю вам и проверяю, все ли есть на месте. Да, одна темная, вторая белая, а со второй стороны их просто-напросто нет. Очень интересно сделан спереди, видите, такой как бы разрезик. И супер-супер приятный материал. Так, я не знаю, почему я сомневалась. Вот эта ткань, я не знаю, как она будет сохнуть, насколько быстро. Но чаще всего я надеваю такие купальники, когда я уже не планирую загорать. А когда мы просто где-то отдыхаем в тени, или уже там после обеда, например. Ну, в общем, зависит от обстановки. Или когда я где-то в тени играю с детьми, то мне не всегда хочется в раздельном купальнике там гонять и с какими-то миниатюрными труселями. Вот. И последний купальник, который я купила, расцветка прям бомбическая. Здорово смотрится на загорелом теле, даже на бледном. Будет так немножко сливаться. И сзади он красиво вырезан по спине, прям так глубоко. И сбоку здесь кольца. Вот такие металлические. Они меня немного смущали, потому что мне кажется, что я буду выглядеть как эта шинка, как ветчина, как обтянется. Это тоже размер S, но, по-моему, ничего такого не произошло. Вот. Я не люблю, когда что-то там врезается, когда некомфортно, когда, не знаю, просто мне что-то, вы знаете, не нравится. Так что я попримеряла еще дома на белье. И вы знаете, да, я его оставлю, потому что он очень красивый, очень женственный. То, что мы сказали, вау, какой интересный купальник. Он как-то так раньше не обращал на это внимание, а сейчас, сейчас вот в третий раз, получается, я надела какой-то купальник, и он ничего себе, как красиво. Поэтому, да, наверное, все-таки он оценивает самые удачные для меня модели. Вот. На этом мы с вами будем прощаться. Спасибо, что провели это время в моей компании. Мне было приятно повидаться с вами. Я никуда не пропадаю. Я планирую снимать влоги к стационарным видео. Мы, наверное, вернемся чуть позже. Все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Слушайте, ну как я могла забыть? Я не могу натянуть шляпку на свою прическу, но просто, возможно, вы тоже искали такую не слишком элегантную, не слишком ковбойскую шляпку из натурального материала, которая также представлена на скидках. Сейчас она стоит всего 8 долларов. То есть приятная цена. Я нашла ее в H&M. Теперь уже точно все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.